Алексей Киселев – информационный координатор рязанского отряда «Лиза Алерт». Он старший на поиске и ставит задачи, что делать, кому куда идти и так далее. Вот только на первые поиски отправился не сразу. У Алексея первая группа инвалидности. В 2004 году получил травму, перелом позвоночника в нескольких местах. Но в Добровольце все же записался. Свой первый поиск помнит до сих пор. Тогда, в 2014 году, пропали девочки. Позже выяснится, что они утонули. Алексей в отряде остался. С тех пор поисков было много. И все они разные. Ну, во Владимирской области тогда было очень много заявок. У них просто не хватало людей. Ну, и следил за форумом. Там 4 дня человек был в лесу. Его просто никто не искал, потому что не было людей. Ну, с Рязани мы решили выехать одним экипажем. Много говорили, да куда вы едете. 4 дня уже прошло. Мы искали его не больше полчаса. Наверное, час максимум. Хорошо, что он откликался. На тот момент ходить он уже вообще не мог. А вытаскивали его, наверное, часа 4 на руках. Но он живой. Алексей Киселев участвует в поисках шестой сезон. Он как инфорк и как водитель. Говорит, с машиной управляться несложно. У него ручное управление. На педали идут дублирующие рычаги. Все, что обычный водитель делает ногами, он переключает руками. В этом году Алексей подал заявку на премию мира. Ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция несет идеи добра и мира. Он участвует в номинации «Вопреки». Ее участники – это люди с ограниченными возможностями, которые не опустили руки, а стали вести активную деятельность на благо общества. Там надо снять какой-то 30-секундный ролик. Но, если честно, пока не решил, какой и как. И даже не знаю, что там говорить. Что я такой хороший, обычный я. Я не думал даже, чтобы до финала дойду. Я, в принципе, если честно, не думал. Подал заявку, а там как будет. А так людей читал, там очень много таких достойных. Даже, наверное, большинство. Всего голосованием было отобрано 70 человек. Из них выберут одного победителя. Алексей не думает о победе, говорит, что есть другие достойные люди. А сам он в скором времени отправляется на новые поиски. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.